КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК Если мы хотим понять, кем является человек, какова его цель и какое значение имеет его жизнь, лучше всего начать с грабель. Звучит странно, но это поможет нам. Что такое грабли? Если человек никогда не видел грабли, то наверняка стал бы подробно рассматривать их, из каких частей они состоят и как эти части соединены вместе. Во-первых, видно что-то деревянное и длинное, что-то, что может быть рукояткой, за что можно ухватиться. Затем сразу же видно металлическую часть, напоминающую зубы. Небольшие предметы могут проскользнуть сквозь них, а побольше задерживаются ими. Значит, когда человек рассматривает грабли, то видит палку с металлическими зубьями, которые задерживают крупные предметы? Браво! Да, именно так действуют грабли. Если мы хотим понять природу и назначение вещей, мы должны сначала внимательно рассмотреть их. Теперь давайте вернемся к человеку и попытаемся применить эту замечательную технику. Во-первых, мы можем заметить, что человек – это физический объект с определенными размерами и весом, почти как камень. Однако человек является кем-то большим. Он – живое существо. Он питается и растет, как растение. Как и у животных, у него есть чувства, которые позволяют ему воспринимать окружающий мир. Но есть еще нечто, что отличает его от других живых существ, даже очень развитых. У человека есть разум и воля. Обладая разумом и волей, человек может познавать вещи и любить их. Эти способности делают человека особенным. Благодаря этим способностям мы фактически можем ответить на фундаментальные вопросы. В чем смысл жизни? И для чего человек живет на Земле? Если разум и воля являются двумя отличительными способностями человека, то ответ должен быть таким. Человек находится на Земле, чтобы познавать и любить. И это не значит знать ближайший путь пиццерии и любить предлагаемую там пищу. Эти способности направлены к высшим целям – познавать правду и любить добро. Человек находится на Земле, чтобы познать истину и любить благо. Это его цель. Однако не имеет ли жизнь большего значения? Не связано ли конечное предназначение человека и его цель неким образом с Богом? Разумеется. Как мы уже сказали, человек на Земле призван познавать правду и любить добро. Задумаемся над тем, что происходит, когда человек обращается к наивысшей правде и наивысшему благу. Что ж, тогда человек встает на путь религии, потому что именно Бог есть наивысшая истина и наивысшее благо. Поэтому катехизис отвечает на вопрос, для чего мы находимся на Земле, таким образом. Человек находится на Земле, чтобы познавать и любить Бога. А тот, кто знает и любит Бога, служа ему всем сердцем, обретет небесное счастье. Субтитры создавал DimaTorzok